Добрый вечер. Три недели тому назад у нас сверкал, искрился и лязгал прокурор Москвы. Он негодовал по поводу чрезвычайно низкой раскрываемости угонов. Всего лишь 7% угнанных машин, московская милиция, она же полиция, в состоянии найти. 93% транспортных средств, угнанных из столицы, уходят безвозвратно. Прокурор колокотал, негодовал, сверкал и очень напоминал Зевса Громовержца. И какого же ответа он удостоился. Понятно было, что это имитация бурной деятельности, потому что в действительности прокурор, в отличие от Дмитрия Анатольевича Медведева, не с соседней планеты рухнул. Поэтому он, как человек более земной, прекрасно понимает, что все-таки у нас полиция является главным в бизнесе по угону автомобилей, поэтому никакой раскрываемости и быть не может. Но, тем не менее, имитируя эту бурную деятельность, он, конечно, не рассчитывал ни на какой ответ. И мы с вами не удостоились грохота падающих тушек, в недрах которых бы обнаружена внезапно была какая-то совесть, и эти генералы полиции, приставив пистолет к виску, нашли бы единственно правильный выход из трагической ситуации в связи с крайне низкой раскрываемостью. Не было ни такого ответа, не было никакого другого ответа. Но прокурор поискрился и угас, и угас, потому что бенгальский огонь, как известно, долго не светится. И тем не менее, выдержав блистательную паузу, подчеркивающую значимость и статусность, из тени вышли сторожа. Те самые, которые в неведомственная охрана. Это организация, которая под погонами полицейских охраняет наши с вами квартиры за деньги. И вот единственный, кто дал хоть какой-то ответ по поводу искры, зажженной прокурором, была бы неведомственная охрана. Они сказали, между прочим, мы еще с июня готовы обслуживать ваши автомобили. Вы можете подписать с нами договор на охрану, поставить в свои машины спутниковую систему слежения. И в случае, если вашу машину угонят, мы в режиме онлайн будем наблюдать на мониторах за ее перемещением. А еще у нас по городу 400 экипажей быстрого реагирования. Время реагирования 5 минут, иногда 7 минут, иногда 10 минут, иногда 15 минут, иногда 20 минут. Но если что, мы бросимся в погоню. «Пожалуйста, заключайте договора, и мы за деньги будем принимать участие в поиске угнанного автотранспорта. Стоимость обслуживания в месяц где-то от 500 долларов. И если мы вашу машину не догоним, мы вам эти 500 долларов вернем». Это очень симптоматично, что единственный, кто дал хоть какой-то ответ на лязганье прокурора, была коммерческая структура, которая сказала, «Ну, денег дайте, и мы тут что-нибудь такое сделаем». Все. Официального ответа мы не удостоились. Прокурор, естественно, был послан туда, откуда пришел, и больше никакой реакции. При том, что вот эти молодцы-старожане сказали, «Хе, мы же с начала лета еще тут оказывается». Кто-нибудь об этом слышал? Да нет, как-то, вот не приходилось. А какова эффективность, каково КПД вот этого поиска, вот эти вот 400 экипажей, которые быстро среагируют? Как сказал один житель Москвы с многолетним стажем, «В столице объявлен план перехват с трех раз. Угадайте, каков результат?» Да, результат, конечно же, не будет. Но, тем не менее, коммерческий ответ прозвучал, и все было бы просто весело, если бы не стало смешно благодаря фарсу, допущенную Государственной Думой. Мы не смогли на наши деньги выкинуть всех этих достойных людей в отпуск, чтобы они, наконец, оставили нас в покое, и чтобы мы отдохнули. Поэтому возле кормовых угодий сохранилось несколько депутатов, раскачивающих наше, в общем-то, достаточно нервное состояние повседневности. И вот один из них, из цирковой партии, те самые, которые цирк на сцене, сказал, что «А давайте-ка мы сейчас быстренько законопроектик шлепнем и запретим с противоугонным сигнализациям издавать какие-то звуки». Итого, мы получаем какую картину? Раскрываемость у нас всего 7%. Прокурор прекрасно знает о том, что ментура крышует этот угонный бизнес. У нас за деньги готово вне ведомства на охрану так уж быть присмотреть за угоном, и тут появляется депутат, который говорит, а давайте сделаем так, чтобы угоны были тихими. Потому что у нас, у депутатов, видите ли, жизнь такая вот неспокойная, что ежели нам что спать мешает, так желательно, чтобы оно заткнулось. А поэтому мы сигнализации, пожалуй, законодательно запретим, которые со звуком. При том, что в Москве хватает законов, запрещающих ночью издавать всякие резкие звуки. То есть сосед с перфоратором на самом деле законодательно уже давно обезврежен. Почему нужно в отдельный состав правонарушения выводить именно автомобильные сигнализации, знает только депутат. Ну, депутат, как правило, это человек, который не знает в принципе ничего, и в нормативно-правовой базе он не сведущ абсолютно. Поэтому он считает, что должен быть закон отдельно на урну, чтобы в нее плевать, отдельно закон на нарушение прямого попадания для тех, кто промахнулся, и еще какой-нибудь пучок законов и спектр разных мнений. Так вот, специально для депутата. Для того, чтобы оно орало или не орало, а его бы приструнили либо не приструнили, ничего изобретать не надо. Оно уже все давно изобретено. Достаточно соблюдать. Но депутат, которому спать мешает ржавая шестерка под окном, он сказал, что надо еще продумать, конечно же, и поправки в закон, и, как вы правильно догадались, конечно же, штрафы. Итого, машины угоняют, и на этом зарабатывают в первую очередь полицейские. И заодно те подмастерья, которые вовлечены в эту структурную цепочку. Во-вторых, прокурор у нас лязгнул, выдал немножко окалины и растворился. И мы получили сразу два коммерческих предложения. Первое коммерческое предложение мы получили от вневедомственной охраны, которая за деньги готова, за 500 долларов, так уж будет присмотреть. Второе коммерческое предложение мы получили от депутата Государственной Думы, которая сказала, давайте мы будем штрафовать тех, у кого сигнализация издает какие-то звуки. Никаких других предложений мы не услышали. Из этого следует, что угоны, вот нас почему-то они обескураживают и даже обижают, а исполнительную власть они совершенно не трогают. А уж не потому ли, что все-таки исполнительная власть, особенно в лице полиции, как раз и является главным заказчиком и исполнителем вот этой криминальной системы угона и, самое главное, легализации транспортных средств. Вот такое ощущение, что еще одно подтверждение мы только что получили, потому что больше никаких результатов абсолютно нет. При том, что не вневедомственная охрана, которая будет бросаться в погоню и будет наконец-то как в боевиках, они же полицейские, они будут мужественно преследовать. Да, ребята, замечательно. Я мечтаю, чтобы вы из моей машины погоняли, взяли ее на таран и, если можно, еще применили свое табельное. Я буду в восторге от этого. Так вот, для того, чтобы искать машину, во-первых, правовые основания есть абсолютно любого подразделения полиции. У нас есть закон о полиции. Понятно, что они не читали его. Понятно, что они не в курсе. А там в самом начале, в преамбуле написано, что вообще-то так, полицейский, в принципе, обязан предотвращать все правонарушения и преступления по возможности. И для того, чтобы в том числе внедрительная охрана что-то такое делала, например, оторвалась от табуретки и сделала решительный шаг навстречу судьбе, ничего нового изобретать не надо. Ребятам денег хочется. Понятно. Да, конечно. А еще по угону автотранспорта. Вы же помните, товарищ Карасев, тот самый, тольятинский, полицейский, в прошлом милиционер, который придумал конфликт трех баз. И когда он его только предложил соратникам, соратники на это ответили, чем желанием его посадить в тюрьму. Потому что он действительно придумал способ, способный обнаружить машину. Это реально можно. Конечно, это обнаруживает машину, которую ставят на учет, то есть ту машину, которую угнали не на запчасти, а ту машину, которую угнали ради последующей реализации. И тем не менее, в 100 случаях из 100 метод Карасева может найти эту машину. Но как только кто-то из журналистов пытался пойти и по этому пути он получал угрозы и отсутствие результата. Потому что система направлена против поиска. И, кстати, у нас ведь в законах нигде в нормативно-правовой базе нет такого понятия, как возврат угнанной машины. Ее можно обнаружить. До нее можно даже дотронуться рукой. Но нигде нет процедуры возврата транспортного средства. Нигде нет отчетности. А сколько вы вот хотя бы из этих 7% которые обнаружили вернули хозяевам. А никого это не волнует. И, кстати, прокурора это тоже не волнует. Перерыв на новости. Пробок в Москве нет абсолютно никаких. Всего лишь 6 баллов. Те из вас, кто считает, будто пробки в Москве есть, они явно подрывают авторитет Сергея Семеновича Собянина, неиспосланного нам. И что-то такое, видимо, намекают косвенно на товарища Навального. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от констатации факта пробок. Пробок в Москве нет. Все, победили. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Спасибо вам большое за передачу. Очень познавательно и интересно. Спасибо вам, Константин, что вы так трепетно к этому относитесь. Пожалуйста. Хотел задать вам вопрос по машинке. Задавайте. GTC, которая 12-го года. О! Вдохновила вас? Механики 1.0. Что? Вдохновила вас? Ну да, я уже купил, приобрел. А сколько проехали? На данный момент 15500. То есть вы уже сделали первое ТО, поменяли масло, фильтр? Да, за 9000 поменял масло. Всего за 9000? Да. Слушайте, а что так дешево? Ну, последующий у Opel, у него вот другое ТО, которое 3030, оно, по-моему, если не ошибаюсь, стоит что-то тоже порядка 30 тысяч. Там хороший такой ценничек. 15000, мне сказали, цель что-то область. ну хорошо, значит, накопится со временем. GM, он очень мстителен в этом отношении. Чем дольше ездишь на Opel, тем круче ценник. Ну, есть у него такая особенность. Но у вас же машина великолепная, вы же на ней летаете нызэнька, нызэнька. Ну, нет, я спокойно стараюсь ездить. Вы элегантно так срываетесь в точку со старта и руб 40 поворот. Нет? Ну, да, да, да. А сколько у вас фотографий на фоне машины? Вот я и моя машина? Нет, нет. Ни одной? Нет. Константин, но у вас же машина одна из самых красивых серийных машин, которые, в принципе, выпускаются на планете Земля. Разве нет? Ну, да, внешний вид подкупает. Он просто великолепен. И, собственно, даже не важно, едет эта машина или не едет. Есть у нее параллелограмм имени товарища Уатта в задней подвеске или нет его? Она же блистательна. Даже когда она стоит, это уже повод для восторга. Ну, да, красиво. Константин, что-то душа у вас не поет. Вы, видимо, на шестом бале пробки, что ли, застряли? Нет, я уже приехал, нахожусь дома. Уже все хорошо, уже выдвинули из замка зажигания ключик, и уже у вас началась наконец-то отходная под названием пятница, суббота, воскресенье. Константин, вы хотите от меня астрологический прогноз, сколько сотен тысяч ваша машина проживет? 250, она проживет. А турбина, вот и она даст? Ну, как вообще она? Турбина? На зиму можете укутывать ее шарфиком, чтобы не простудилась. Во всем остальном никаких проблем. Она вполне работоспособна. Турбина, она ведь не тот агрегат, который, как кувалда, должен прослужить ровно 91 год. Да? Она после ста обречена на определенный хандреж. В первую очередь по подшипникам, потому что она вообще работает всегда в неоптимальном температурном режиме, хотите вы того или нет. Она такая на горяченькую, она очень темпераментная турбина. Она остывает по-другому, у нее, к сожалению, нету специальной смазки, и она пользуется маслом, который идет от двигателя, а по-хорошему турбина должна была бы получить в принципе другие условия существования. Вот чисто физически она должна быть на подшипниках, которые в 4 раза больше, и на смазке, которая была бы с автономным радиатором, для того, чтобы все-таки как-то попытаться вот эту вот излишнюю температуру потихонечку остудить. Но в принципе стольник, она всегда выхаживает, дальше как повезет, но вот массовый такой стон, что а вот, ну как же турбина после 100? Она не должна в принципе жить после 100. После этого вы делаете ее апгрейд и летаете еще ту же самую сотню. И никаких проблем. Просто относитесь к этому заранее с пониманием, что мы с вами все умрем. Константин, вы согласны прожить 200 лет лично? Теоретически неплохо было. Жить вечно это тяжело, хотя есть люди, которые позволяют себе даже больший период жизни, но эта жизнь, мягко говоря, не предусматривает Opel Astra GTC и не предусматривает ничего из того плотского, что сопровождает вашу повседневность. И в том числе уикенд, который для вас уже начался. Потому что есть у нас в Индии парочка людей, которые живут подозрительно много, лет 300. Живы до сих пор. Константин. Скажите по расходу. Какой должен быть примерно расход к 20 тысячам? Расход чего? Масла или бензина? Бензина, да. К 20 тысячам? Ну да. А у вас что произошло? У вас... Не, ну, говорят же просто к 20 тысячам нормализуется работа, да, но двигатели... А сколько у вас сейчас мотор ест? Что? У вас какой расход топлива получается в среднем? Сейчас расход 12,3 получается. А вы хотите 12,2? Я же просто интересно. Константин. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу на всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Вы все-таки к категории прогнозов относитесь спокойно, потому что ваш стиль езды может на этой же машине получить 8 литров, и вы на этой же машине можете получить 22 литра. У вас очень хороший расход топлива, потому что 12, фу, замечательно. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за вашу передачу. Всегда стараюсь вас слушать, на каком бы ради вы ни бы хотели. Екатерина, вы прелесть. Я вас захожу. Спасибо вам большое. У меня к вам вот такой вопрос. Я сейчас езжу на Фабе 10-го года 1,6 двигатель, 5 лошадок. Пробежала у меня где-то там 75 тысяч, где-то так. Вот. в перспективе, я вот думаю, меня начинается ее шустрость. Мне очень нравится, потому что она везде пролезает. Она хорошая. Она у вас девочка или мальчик? Да. Красотуля. Непонятно, она не машинка. Она делает такое уже как... Вот вы едете, когда вам нужно в какую-то щелку, вы так слегка прищуриваете и сделаете такое хитрое выражение лица, она делает то же самое, она втягивает щечки и очень аккуратно проезжает между чужими бамперами. Разве нет? Да, есть такое. Вот. И еще хвостик поджимает, чтобы сзади никто не укусил. Сергей, значит, у меня вот такой к вам вопрос. Я подумала, что-то повыше мне нужно, поскольку... Вы подросли, Екатерина? Нет, прибавление в семье ожидается и хотелось бы что-то более, наверное, крепкое, безопасное на дороге. Все-таки, конечно, машинка классная, но, не дай бог, что кто-нибудь влетит как бы краш-тест не очень здорово. То есть себя не жалко, а вместе с ребенком вы будете готовы решительно пойти на таран КамАЗа? Главное, чтобы КамАЗ не пошел на таран меня. Я-то езжу без аварийной, слава богу. Да, КамАЗ может подкрасться, я знаю, были такие случаи неприятные. Да, вот, я смотрю, ну, если линейки Шкоды, то это есть повыше, да, что-то, но, в принципе, деньги позволяют где-то на миллион четыреста, там, миллион пятьсот, что-то как-то затянув, вот так. Может быть, Тигуан какой-нибудь интересный смотреть, ну, или еще что-то вы мне предложите по интересности. Екатерина, а ведь Йети и Тигуан это одно и то же? Я знаю, что это один и тот же автомобиль, да, но Йети мини симпатичная, но больше функций предлагает, это да. И по цене получается, что вы получаете больше автомобиля на эти рублики, чем в Тигуане. Есть еще такая, объективно, да. Такая штука есть еще специально для дам придуманная, называется Ку-3. Она у вас высосет весь кошелек, по сути, является тем же самым Йети. Но полтора миллиона, Екатерина, вот тут вот какой момент, у вас там не двойня случайно, нет? Нет пока. Пока нет. Но ожидается в перспективе она. Это правильно. Как вы помните, многодетность у нас начинается с трех детей. Да, да, да. После чего все абсолютно логично, потому что тем самым вы увеличили на одного очаровательного котенка свое семейное благополучие, потому что двое, это счет по нулям. Был мальчик, была девочка, стал мальчик, стал девочка, а шаг вперед, это когда третий ребенок появляется. Итого, вы можете сесть за руль кроссовера, причем сюда можете включить еще парочку корейцев, например, Sportage, а можете подступиться уже к такой бронебойной технике, как какой-нибудь внедорожник. Представляете, Екатерина, вы, да на каком-нибудь там Pajero Sport. А может просто Pajero уж тогда? А просто Pajero? Он как-то поинтереснее мне по внешности, ближе. Pajero Sport, он какой-то очень зализанный какой-то весь такой. Не любите вы чупа-чупс? Ой, не любите. Да, это такой дубовый, такой рубленый, красивый. Но он стоит два миллиона. Ну, я знаю. Но зато за два миллиона вы получаете машину, которая, но она же очень дееспособная. И вы так нежно, так плечиком и так мигалочкой, так мне направо. И они все говорят, да-да-да, пожалуйста, Катя, направо-направо. Не возражаю, не возражаю. На Фабии... Сразу. Да, на Фабии вы как-то говорите, а мне направо. И говорят, а нам прямо. Знаете, это очень, да, очень часто. Мужа Туарек, вот стоит мне сесть за Туарек, меня действительно все опускают. Водите один и тот же, стиль вождения один и тот же. Я сижу за Фабией, никто не пустит. За маленькой машинкой, все. А почему не Туарек? В семье два Туарека. Представляете, как элегантно. Ну, как-то, две одинаковых машины. Ну, зачем? Вы будете завидовать мужу, что у него Туарек, он будет завидовать вам, что у вас Паджеро. Но если вы всерьез можете позволить себе технику такого уровня, то не стесняйтесь, потому что в этой большой машине через три секунды вы привыкнете к ее габаритам, вы поймете, что в ней так же удобно, как в любой другой, но по количеству барахла. Сколько можно памперсов? Я люблю возить. А лопатой их туда загадать? А сколько сменной обуви? А какие шикарные распашонки? Ой, а если сосками мерить ящики? А помада? Ведь все, что туда помещается. Тем более, вот он Паджеро за два миллиона, ну, знаете, два с хвостиком, но он уже там с навигацией, с камерой, с парктроником. А потом, если надо, вы можете поставить туда силовые бампера АРБшные, и тогда они вообще будут даже не подступаться к вам. Даже автобусы будут и говорят, не-не, проезжайте, мы поставим, слушай, покурим пока Катя. Ну, а вот по двигателю, вот какой вы тогда рекомендуете к нему брать, чтобы он более-менее ехал хотя бы? А более-менее... Потому что он тяжелый будет. Нет, Катя, минуточку, более или менее? Это вам вместо... Более. Это вам вместо помела? Это чтобы вы как в ступе, да? А что это у нас такое над лесом пронеслось? Нет, ну почему? Это же перебор, наверное, в ступе, это уж совсем, но хотелось бы, чтобы он, ну, не совсем, как говорится, да, тормозил там до конца. Тогда, значит, у Паджеро, у него очень хороший дизель 3.2 и бензинка 3.0, потому что V-образную шестерку, которая у них была 3.8, они сняли с поставок в нашу страну, но их продавали две машины. Если вы возьмете дизель 3.2, вы получаете машину с очень хорошей динамикой, она способна бороться, но обязательно поставьте предпусковой подогреватель Vibasto, чтобы было тепло. Олег прислал сообщение, но это же прямым текстом сказали, бесплатно вам искать не будем, пока вы нам денег не отсчитаете. У нас так со всеми социальными обязательствами, что с полицией, что с медициной, что с образованием, за что налоги плачу, никак не могу понять. Ну, как вы понимаете, 6 баллов, пробок у нас в принципе нет, мы все за нашего законно избранного, который победил, 65, 10, 9, 9, 9, 6, такое ощущение, что Павел у нас на связи, здравствуйте. Алло, есть кто жив? Сергей Степанович. Есть кто живой? Олег, это вы? Сергей Степанович. Да. Это Павел. А отчество? Господи, наконец я до вас дозвонился. Сергей Степанович, четвертый месяц звоню, не знаю, как люди дозваниваются, которые по 3-4 раза на неделю, лишь по полчаса, но наконец соединили. А у них абонемент, у них абонемент. Не знаю, у меня абонемент еще с прошлых радио, когда мы с вами общались. Хочу поделиться, я ждал тогда Шкоду, вот уже полтора года на ней езжу, как вы любите, 1.8, турбо, полный фарш и автомат шестиступенчатый. Замечательная машина, вот просто совсем замечательная. Это самое лучшее, то, что сейчас есть, и я, кстати, не реклама, сейчас есть возможность пока такие купить по цене пустых новых аксидемовых кузовов. Берите, ребята, у меня все знакомые взяли, не жалею. И хватит надолго, да, согласен. Эксидемические, ходовая, взял грычашка, линзованные фары, даже в самой низкой комплектации в новой, этого нету. Знакомый купил за 850 тысяч пустышку. Абсолютно. С 1,4 на ручках. Да? Это просто что-то ужасное. И я даже, честно говоря, порадовался, что я не повелся на это все дело. Абсолютно правильно сделали, потому что уничтожение Volkswagen'ом бренда Skoda, оно вот как раз в этом и заключается. Потому что у вас последняя искорка, вот эта последняя блистательная машина, я думаю, что дальше будет только хуже. Сергей Степанович, на Skoda-клубе также считают. У нас какой-то филиал Skoda-клуба, я все время считаю. И хочу сказать людям, которые между автоматом и ДСГ, полтора литра расхода и еженедельно ездить в сервис чинить ДСГ, это того не стоит. Берите, шестицепенчатый Айсен просто в шикарной коробках. 12-13 литров по пробкам по трассе 7-8. Просто не всем удается поймать эту комплектацию. Ну вот есть они. Все дело, что их делают, их делали с 2011 года, и до сих пор, если есть они, они есть. И поршневая поменяна уже, ни грамма масла за 28 тысяч не долилась просто, ни грамма. Да, вот такой замечательный автомобиль. Да, потому что я взял уже машину полностью доработанную, и все, кто меня слушает по Skoda, говорю, берите именно предыдущий кузов, просто не пожалеете. 6 литров разница и как бы все. Линзованные фары, все-все-все за 830 тысяч, то, что стоило 900. Вот я порядок с ним просто говорю. Да, очень правильная машина, согласен. И пустая машина 900, просто ничего нет. А подвесок? Новый кузов, унифицированный подвес Volkswagen, ну я не знаю. Да? В том-то и дело. А задняя подвеска обычная палка такая. Обычная палка, просто, я на ней проехался 1.4, турбо, да, едет, ничего. Но дело в том, что прыгает как мячик просто. Вот невозможно ездить. Даже люди на форуме, там кто-то продавать собирался, говорят, я не могу ездить. Ну прыгает просто. Да, да, увы. Это не то совсем, это просто унификация MQV, честно говоря, расхваленная, это вообще какое-то удешевление, дешевка какая-то, извините, я за прямотуху. Нет, ну это все-таки, это политика внутреннего каннибализма, поскольку Skoda, очевидно, лучше, чем Volkswagen, одно из двух. Либо нужно вложиться и поднять Volkswagen до этого уровня, либо изничтожить Skoda. Вот что сейчас и происходит. Ну конечно, когда я ждал машину три месяца, а джеты стояли. Ни одной джеты не было двигателя 1.8. 1.4, 140 лошади и DSG. Вот это несчастное, ужасное. Все, автоматов не было. Эти двигатели стояли только на четвертые и на Passat. Все. И со связкой с коробкой с такой. Ну с коробкой Passat были двухлитровые сайки. И вот что, такой подарок сделали, чтобы такой двигатель с такой коробкой, это просто подарок. Да. Вот и все. И как бы, ну дизайн, да, дизайн может быть кому-то не нравится, но у меня был красивый японский дизайн Lancer, но отъездил 200 тысяч, я его продал, кстати, не ломался вообще. Вот страховка 50 тысяч. А на Skoda, между прочим, 24 тысячи. Это просто Lada Priora, извините, страховка. Да, а кстати, Lancer у вас же девятый был. Десятый у меня был. Десятый? Полтора литра. Потрясающе. Кстати, вот это плюс к автомату. Как ездить до сих пор, уже 230 наездил, я ему продал 196. Матрик поджирает, ну атмосферник полтора литра, он его крутит. Автомат, как часы, работает до сих пор. Айсинг. Не рекламативно никак, но просто кто сомневается, развею сомнения. А DSG, это просто это зло. Вы потом эту коробку просто не продадите или продадите в два раза дешевле. Это четко. Это уже проверено и всем, кто слушает, просто потом вопрос не задавали, а какая DSG, какая не DSG. Вы сами согласитесь. Ну, увы, с DSG. Сейчас, кстати, у них следующее поколение DSG, они клянутся, что наконец-то... Профанация. Это уже доказано с людьми, которые там работают, с представителями Volkswagen и Skoda, я просто общаюсь по автомобилям, по работе. Значит, они вложили в этот завод миллиард долларов. Им нельзя эту коробку никуда девать. Чистовка, да, мокрая, она была нормальная, сухая, абсолютно косячная коробка. Пять лет гарантии, это знаете на что? Что ты будешь к ним приезжать все пять лет делать с ТО по их за лошадиным ценам. Все. Это просто развод на деньги конкретно. Ну, в крайнем случае, если что, может быть, еще и поменяют. Они довольно лояльно, кстати, относятся, в том условии, что ты будешь к ним ездить и по их ценам делать без своих расходников, без всего. Вот даже расскажу. Я приехал, значит, первое ТО стоило 6500, я приехал со своим маслом с допуском Volkswagen, 504, 507, все. Дилер, кстати, шкодовский не отказывает. Вот огромный плюс ему, что приезжаешь со своим маслом со своими фильтрами, никто слова не говорит, меняют. Работа из этих 6500 заплатил 2400 только за работу. Со своими смазочными материалами плюс фильтр свой привез салонный. А так было бы 8000. Экономия 4000 рублей, пожалуй. Да, у них наценки, конечно, чудовищные. Нет, но Skoda разрешает приезжать со своими расходниками, в отличие от японцев. Вот что делается. Ну, про Skoda это можно бесконечно говорить. У меня вопрос был огромный к вам. Купили Женир вместо Lancer, ну, Lancer-то оставался. Opel Mok, я знаю, вы к Капелям относитесь в общем-то нормально, с 1.8 движком, абсолютно, 6000 пробега, ничего, ничего проблем по электрике. Машинка интересная, едет, ну, с турбиной сравнивать нечего, там 3 витра должна быть атмосферной, чтобы она ехала, как с турбина. Но, как бы, для своих, как бы, фаборитов очень, очень управляемая машина. Их очень мало, и когда люди узнают, что Opel Mok, они говорят, а это что? Я говорю, с ноября месяца уже продают. Мало машин, но она красивенькая, она красотка, она чисто женская. Да, она красивенькая, и у нее, кстати, очень хорошие хода подвески. У нее шикарные хода подвески, у нее более простая, вот, как бы, механизм вата, вот, единственное, что я вас хотел спросить, там механизм вата стоит все-таки, или просто балка П-образная? А у вас что, передний привод? Нет, полный. А я не помню, что, нет, у нее вата сзади нету, у них, я не помню, они как пропустили вал, они через балку его замкнули, или на грычашку поставили? Нет, нет, там шрузы идут, там идет Борк Ворнер, это раздаточка, там, кстати, легенькая очень, они, это халдок третьего поколения, насколько я знаю, не четвертого, а третьего, и, по-моему, как бы, вот я посмотрел, когда поднимал ее, абсолютно все усиленные саленблоки, там, настолько все сделано, ну, так, на веках, я так скажу. Я под Моку так давно не лазил, потому что, вот, когда она была только еще на уровне концепта, я помню, как она рождалась, у нее там были всякие нюансы по дизайну, по комплектации, вот сейчас, когда она уже, надо, кстати, будет взять как-нибудь ее покататься, потому что я катался на предсерийной, предсерийная мне, у нее был контраст, у нее был совершенно отвратительный салон, они его сделали по входной технологии, а вот сейчас, они заявили, когда ее в серию, когда они показали Моку в Женеве, он был все равно по входной технологии, и потом, к постановке на конвейе, они вылезали его весь, они зазоры убрали, они так хорошо поработали, молодцы. Шикарнейший салон, коричневый цвет на выбор, брать, кстати, опять же, когда уже взял Моку, чисто случайно, она была отказная, из-за люка люди отказались, была в наличии, вообще не ждал машины ни разу, приехали, посмотрели с женой, отдали залог и все, продали, ну, в общем, машинка, значит, все, все кроме навигации, меньше миллиона стоило, вообще шикарно, просто, таких стыников просто нету, и такой дизайн, и когда ее взяли с Жуком, мне просто смешно, вот я стоял с Жуком рядом во дворе, в трюк сесть невозможно вообще, эта машина, передняя привода с 117 лошадьми, с вариатором, с несчастным людям, тут шестицепенчатый автомат, нормальный, ну, чуть-чуть нерасторогный, первая передача затягивается, но там привыкнуть, надо педалькой работать, абсолютно нормально, после третьей скорости, лупит так, что маму рот не остановишь, вот, абсолютно, меняемые подвески. Павел, в отношении первой передачи, у него первая передача сделана специально с тем, что вы, если вляпаетесь в какой-нибудь сугроб, что вы, не дай бог, и не закопали. Ну, это автомат. Да, вот здесь все очень правильно, потому что, тем более, вы же можете его заблокировать, чтобы он у вас не уходил наверх, и вы можете, если вы этого не делаете, то у вас как раз первая передача, она очень аккуратная, сделана в расчете на то, что вы сможете совершенно спокойно, тихонечко проехаться, потому что, если бы она была у вас короткая, вы наступили, то есть вы получаете на асфальте хорошую разгонную динамику, она у вас моментально перешла на вторую, дальше вы погнали, но, поскольку это все-таки машина-кроссовер, она рассчитана еще на то, чтобы помочь водителю не утопиться на какой-нибудь простейшей луже. Угу. Поэтому, все правильно. Включение автоматически, жена мне как-то позвонила в дождь, вот дожди были, когда неделю назад сплошные, звонят и говорят, что-то очень странное, включилась, полный плюс включен, я говорю, ну, значит, она посчитала, нужно включить его, да вообще даже ничего не делает. Да-да-да. Да в тормоз. Вот это когда... Все абсолютно изменяемое, все абсолютно. Ну, зимой будем ждать, потестим ее, как она там включается. Ну, говорят, перегревается, ну, как бы, все же муфты перегреваются, если их насиловать. Как бы, надо аккуратненько просто, и все. Почти все. Тут сейчас у нас будет один, кстати, неплохой сюрпризик на нашем рынке, это будет Дастер с автоматом, полноприводный. И вот там у него очень любопытная будет муфта, ее поставят, она будет от этого, от Мурана, от более тяжелой машины. Ага. И вот там как раз очень любопытные будут всякие нюансы. А Мокко, он, конечно, вот то, как они его довели в последний момент до ума, потому что они же пытались на самом деле сделать машинку, что называется, по дешевке. Снаружи красивая, дальше разберемся. Но потом... Не, классная во всех отношениях. Да, да. Вот они салон сделали, молодцы, потому что они до последнего хотели сэкономить именно на салоне. Потом поняли, что нельзя этого делать, и они так классно поработали над этим. Настолько интересно все получилось. Я вам больше скажу, Сергей Степанович. В общем, садишься в Мокко, вот видно каждый рубль за что-то заплатил. Вот тут каждый, подогрев руля. Значит, все-все, отделочка на уровне. В Шкоде, допустим, что-то там докупал, дорабатывал салон, докупал, чтобы была там комбинированная кожа. Где-то что-то, ну, причем известный Камо Евро с завода идущий. Почти 900 тысяч машин из Камо Евро, конечно, шедевр. Ну, Камо, не надо Камо. где-нибудь дали, 18-е колеса. В общем, знаете, что даже, до чего дошло? Тонировка заводская задних стекла. Кроме коврики, я ничего там не купил. вот просто. Тупо коврики и все. Шкоду я докупал. И по деньгам они сравнялись. И вот сейчас как раз Мокко, она вышла напрямую в конкурентной борьбе с Киев Спортедж. Не-не, Киев Спортедж побольше, но тяжелее и тупее едет. Ну, у Спортеджа, если что, есть такой дизелек, с которым тоже тягаться довольно сложно. Но Спортедж, он был, в первую очередь, красавец. И он был таким единственным, ярко выраженным красавцем. Вот теперь пришла Мокко и плечиком аккуратно его двинула и сказала, ну, барышни, кто тут против нас? Там азиатская красота, а у Мокки чисто немецкая красота. Как бы такая европейская, ну, сдержанная, но в то же время прям все про... Ну, вот смотришь, не любуешься, знаете, как на женщину. Вот, вот вы абсолютно правы, Павел, потому что только в любви оно служит долго. У Спортеджа, на самом деле, у него азиатского нету ничего вообще. Его сделали европейцы, его выпускают в Европе, а дизайн у него немецкий, работа Петера Шрайера, который раньше работал на Опеле. Это мы знаем. А на Опеле он в Вольфлаге не работал. Он где только не работал. Он и там, и сям, и у него очень приятный, хороший шлейф творческих работ, и сейчас его не зря сделали первым блинолицем, главным над корейцами, потому что он теперь в ранге вице-президента, и он теперь будет хюндешников еще учить уму-разуму, потому что они поняли, что разница, конечно, ну, они уступают Киеве. И вот Мока, она как раз здесь очень хорошо встала. Она вот европеец... И вы знаете, Сергей Степанович, в чем самое интересное, продается в сентябре месяце, и до сих пор их на улице очень мало, и как бы люди иногда... А Опель, Мока, что это такое? Где это? Да. И знаете, люди... Как бы не массовая машина, и этим она и нравится. Вот знаете, АХ-35 сравнивать, да, вот как Тусан закончился, 35-е пошли, и, знаете, люди у нас, знаете, как инкубатор, увидели что-то, купили, не разбираясь ничего, вот как все, как все. Но у 35-го есть одно преимущество, у него фантастический турбодизель, тот самый 2.0, который 184 лошади, вот это фантастико. Пока дизелей нету. Пока нету, перерыв на новости. На наше счастье, пробок по-прежнему нет, всего какие-то жалкие 6 баллов, 65, 10, 9, 9, 6, у меня такое ощущение, что Александр... Александр, неужели это вы? Алло. Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Вы, наконец-то? Да, наконец-то договорились за вас. Воспользуйтесь этим шансом, не тяните себя за хвост. Пришло время менять машину, Сергей. Вот стою перед выбором. Нравится Grand Vitara, но не могу определиться с двигателем. Стоит ли перехвачивать на двигатель 2.4 или остановиться на 2.0? А вы будете на ручке или на автомате? На автомате, потому что у меня жена на ручке глядясь не умеет. Ну, лучше, конечно, жене 2.4 автомат. Нормальная пара, потому что 2.0 автомат, это будет, ну, знаете, чуть-чуть не хватать. Хотя, если у вас жена совсем степенная барышня, она об этом даже не догадается. Но поскольку машина-внедорожник, и у нее есть еще понижайка, рано или поздно придется этим воспользоваться, ну, не лишний иметь мотор, способный провернуть все четыре колеса сквозь русскую действительность. Сергей, а вот в качестве альтернативы еще вот рассматриваю такие машинки, как L200. Ух ты, ничего себе, альтернатива. А почему тогда не Pajero Sport? Как машина с универсальным кузовом? Ну, дороговато. Все-таки ценник ни на что вышел. А сколько у вас человек в салоне будет? Двое? По-разному. пять будет. Пять? Шесть. Вы в L200 их будете аккуратно складывать, завернув коврик в кузов и накрывая сверху жалюзи, или как? Не хотелось бы. Тогда L200 никак не получается, потому что это все-таки не газель в час пик возле метро, туда столько не влезет. И там не очень гуманно получается, тем более, если на большое расстояние вы едете, получается, что на коленке вы им закидали весь скарб, там, ну, три человека на заднем сидении уже с трудом, угол наклона спинки не регулируется, и люди начнут тихонечко затекать. То есть, по городу на L200 очень хорошо ехать. У вас сидит, вы сидите за рулем, справа жена, а три маляра с кисточками и ведрами спокойно ждут, когда вы их довезете к месту работы. Для этого подходит. Но если вы все вместе, поехали на шашлыки, у вас пятеро или шестеро, то L200, ну, никак абсолютно. Ну, просто вот ни с какого боку. Тяжело будет. Просто тяжело. Ну, хотя, знаете как, и в Гранд Витару шестеро не влезут, и в Mitsubishi Pajero Sport шестеро тоже влезут с большим трудом. Либо у вас там маленькие дети, которых вы везете как-нибудь совсем по карманам распихав. Дети взрослые. Дети взрослые. L200 и Pajero Sport чем хороши? Тем, что у них нормальный дизель с небольшим аппетитом, и у них замечательная совершенно трансмиссия. Их по трансмиссии мало кто еще переплюнул. Конечно, у L200 у него стоит старая четырехступенчатая коробка автомат, которая, ну, если с ней быть беспощадным, как с врагом империализма, то она рано или поздно накроется. Но в нормальной штатной езде универсальный автомобиль в городе помещается, за городом хорошо себя чувствует, если надо, на дачу сквозь буераки прорвется. Но L200 все-таки это кабина компромиссная. Там большой кузов, там у вас должен быть урожай с картошкой круглый год. Либо сугроб зимой, чтобы было понятно, зачем вы купили эту машину. Перевозка снега по Москве и области. Соответственно, по опалы листвы осенью. И тут ведь в чем разница? Grand Vitara все-таки это кроссовер-внедорожник, а L200 все-таки внедорожник. Если у вас жена за рулем, они там и коня, если надо, и немецкий тигр, запросто, не проблема. Но в Grand Vitara при прочих равных условиях ей будет нормально, спокойно, хорошо, тихо, села, поехала. L200 ситуация заднего привода, недозагруза ведущей оси и, например, прохождение ошиблась на входе в поворот, на выходе из поворота развернула. Ну, просто потому, что физику не обманешь. Вот эти вот провокационные моменты, они будут так или иначе требовать какого-то вашего участия. То есть вы должны будете, что называется, заставить жену присидеться к этой машине. Получается довольно сложно. Если вы готовы, тогда да. Понятно. А вот еще вопрос, как второй автомобиль, но не сразу, впоследствии Дженни, Сузуки, вот, жена, в случае света приобрести. Что вы на это можете сказать? Гениальная машина, хватайте. Потому что переплюнуть ее невозможно. Это, ну, на мой взгляд, вот по нашей жизни людей, которые так или иначе связаны с Москвой, это идеальный вариант. Потому что размер у нее городской, трансмиссионные возможности у нее загородные. Это настоящий полноценный внедорожник в таком форм-факторе, в котором можно и по пробкам посуетиться, и по лесу проехать. И если когда-нибудь японцы снимут его с производства, я буду один из тех, кто будет плакать по этому поводу. Причем Джимник, он, да, конечно, тоже задний привод, тоже на автомате, соответственно, нужно быть к этому готовым, но это настолько дружелюбная машина. Она настолько по-доброму сделана, она вот с таким вот настроением, она больше всего мне напоминает шпица. Знаете такую собачку шпиц? Да. Это большая собака просто в маленьком корпусе. она с настоящим бойцовым характером, она очень дееспособная, но от природы она небольшая по размеру. Вот Джимник это то же самое. Это очень большая машина, просто она маленького размера. Она настоящая, рамная, она с понижайкой, прелесть. Я на ней сколько ездил, вот по, например, абсолютному бездорожью, она как квадроцикл. Вот там, где пройдет квадроцикл, там практически пройдет Джимник, больше там ничего не пройдет. Хотя, конечно, из-за его узкой колеи у него трудности в лесу, в русском, где перед вами прошел танк, он просто по колее не совмещается с танком. А во всем остальном, вот я бы Джимника взял бы в первую очередь, не в качестве второй машины, а в качестве основной. А потом уже шесть родственников, восемь родственников, пятнадцать родственников, и это уже какая-нибудь следующая машина. Понятненько. Сергей, а вот можно вас попросить еще немножечко-немножечко рассказать о такой машинке, Suzuki Pizache. Они очень мало говорят, но мне кажется, что стоит поговорить об этой машине. Но вы на ней ездили? Да, на тест-драйве. Если помните, был такой тест-драйв шестичасовой, проводил его совместно компания, там еще, был такой шестарный сэндрайв шестичасовой. Я на ней прокатился. Вы на полном приводе ездили или на переднем? Да, на полном, в полной комплектации. И машина вам понравилась? Да, впечатлен был. Но машина вам понравилась чисто инженерно, а потом вы увидели ценник, обожглись, места ожогов смазали специальной мазью-пензенолом и пошли дальше страдать по поводу несоответствия увиденного и ощущенного. Ну, сейчас они начали дешеветь заметно. Да, да, потому что их все-таки продолжают производить, а покупателей по-прежнему нет. И панелька деревянная, так по торпеде пальчиком стучишь, смотришь и понимаешь, что все-таки с одной стороны очень хороший мотор, классная трансмиссия, при этом это все-таки SX-4 в кузове седан, но здоровый. А для SX-4 это какой-то странный ценник. При всем при том. Машина хорошая, машина правильная. Она не имеет права на подобный ценник, но сделана она великолепно. Вот с душой ребята поработали. И трансмиссия у нее хорошая, за дорогу она цепляется классно. Повороты она проходит практически на любой скорости. Вот она как очень хорошо выезженный конь. Она четко совершенно идет за рукой. Но для того, чтобы ее купить, нужно иметь какой-то очень серьезный мотив. Вот зачем покупать Jimny, я понимаю, а зачем покупать кизаши, я пока не понимаю. Для меня это сложно. Ну, Егор, теперь вы. Добрый день. Здрасте, Егор. Вы знаете, я хотел выяснить Toyota RAV4 новую модель, которая вышла весной. Вот какой лучше все-таки мотор с автоматом либо 2,5 бензин, либо 2,2 динь. С точки зрения эксплуатации, ресурса, ну вообще. Ну, ресурсы и эксплуатация это все-таки характеристики, которые во многом определяются характером водителя и дорогами, по которым он ездит. Нету мотора, ведь это же не Жигули, это на Жигулях можно. Купил новую машину, утром пришел, а она уже покойник. А у японцев такого не принято. Поэтому и 2,5, и 2,2 они молодцы, они будут очень хорошо себя чувствовать. Но если вы заедете куда-нибудь к товарищу Сусанину и зальетесь каким-нибудь палевом, у вас что, один мотор скончается, что другой мотор скончается. Потом вы приедете к официальному дилеру на техобслуживание, он вам с удовольствием сломает любую из них. Но дизель у этой Тойоты он очень правильный. И в принципе Toyota RAV4 вот нынешним поколением она превосходит аналоги благодаря дизелю. И в варианте с дизелем эта машина очень правильная. Это одна из лучших легковых машин Тойоты. Это ни в коем случае не внедорожник, просто ни с какого боку не внедорожник. Но это автомобиль повышенной проходимости и дизель у него великолепный. Если вы отважитесь на этот мотор, то покупка будет полностью оправдана. На бензине это будет просто неплохо. Это будет втридорога, непонятно за что. Ну да, это действительно здорово. На дизеле правильно. Егор, а у вас сейчас какая машина? Старенькая Октавия, но просто хотим сейчас поменять. А вот мы выбирали Toyota RAV4 или CX-5 вот все-таки. Потом Honda CX-4 и Тигон. Среди четырех мы все-таки пришли к Toyota RAV4. Это правильно? Это вполне разумный вариант, тем более если по деньгам вас это устраивает. Потому что SX-4 это другой совершенно ценовой уровень и это в принципе другая идеология автомобиля. Нет, нет, я не помню. CX-5. CX-5 это кто? Ну, это Mazda. А, CX-5 и вот этот. У CX-5 у него пока еще есть некоторые вопросы у Mazda по мотору. Это там живет Зум-Зум и по-моему Зум-Зуму в последнее время сильно плохо. До понедельника.